Всем большущий привет от Сереги из Волгограда. Сегодня, как обычно, весь день буду что-то интересное есть. Я сейчас нахожусь в Крыму. Здесь нет обычных торговых сетей, пятерочки, магнита и прочих. Но здесь есть ПУД. Это самая крупная продуктовая сеть магазинов. Их примерно 70 в Крыму. И у них есть целых две торговых марки. Это честный выбор и хорошая марка, кажется. Я надеюсь, что продукты этих торговых марок исключительно крымские продукты. Потому что будет очень интересно их попробовать. Отправляемся в магазин за покупками. Здесь, кстати, двери просто гигантские, огромные двери. Так, здесь все как в обычном магазине. Единственное, что двери широкие. Это реально прикольно, потому что при мне заехал парень на коляске. И это намного удобнее, чем в маленькие двери затискиваться. В общем, как я понял, здесь торговые марки делятся честный выбор, от которые подешевле. А добрая марка, это те, которые покачественнее, подороже. Торожное честный выбор, 12 рублей 60 копеек. На мороженом сразу написано, содержит растительные масла. 12 рублей. Дорого. Это очень дорого. Здесь, кстати, по всему магазину еще много агрокомплекс, торговая марка. Но я не знаю, их это или не их. Очень широко представлено в магазине. Молоко, честный выбор, 2,5, 38 рублей стоит. Возьму еще вот таких хлопьев со вкусом меда, 60 рублей, 350 грамм. Честный выбор тоже. Ребят, смотрите, что я нашел. Пицца есть. Честный выбор. Пицца ассорти. Не знаю, сколько стоит, ценника тут нет. Почти круглой формы, ценник я не нашел. Пицца ассорти. Сосиски куриные, 450 грамм, 48 рублей сосиски куриные. Мясо цыпленка, банка, 300 грамм, 58 рублей. На закуску, если не наемся. Я на нижней полке нашел еще вот такой классический майонез с 67%, 400 миллилитров, 38 рублей. В принципе, цена такая адекватная для майонеза. Но упаковка без крутилочки, могли бы и подешевле, конечно, сделать. Но на вкус попробую, очень интересно, какой мазик здесь. А вот добрая марка уже по-человечески, с крутилочкой и 55 рублей уже. Тут, кстати, все обычные, всем известные марки есть. Вот Махеев есть, Слобода. Вот у нас Слобода тоже очень много всякой разной. Вот Олис какой-то, Олис, я не знаю, продается у вас, не продается, Олис. Я первый раз вижу, что это такое. Спасибо. Все, ребята, мне подсказали сейчас. В общем, агрокомплекс это тоже, собственно, торговая марка этого магазина ПУД, продуктового дома. Так что можно было бы взять агрокомплекс, я просто чай искал и не нашел. Чая здесь нет. В общем, ребят, все равно, здесь нет ни чая, ни кофе, ни какого-либо другого напитка. Вот агрокомплекс, честный выбор или же, как там, хорошая марка, я не нашел здесь ни одного напитка. Вот это рулончики здесь. Честный выбор, туалетная бумага. Возьмем. Это еще не самая большая туалетная бумага. Туалетная бумага XXL. 15 рублей стоит. Это мой размерчик. Да ладно, и сока нет, честный выбор. Доброй марки тоже нет, агрокомплекс тоже нет. Может, газировочка есть какая? Отлично, честный выбор нашел. Кола 2 литра 30 рублей. Может, маленькие? Маленькие бутылочки тоже есть, но лимонад. Лимонад 13 рублей. Ага, апельсины, апельсины ценника на лимонад нет. И вот такой вот еще раз тоже, это местная все равно. Попробую для сравнения. 40. Самые дешевые макарошки 18,70. Спиральки. Ребят, сколько я вот здесь в Крыму езжу, по магазинам хожу, здесь очень популярна вот эта тема с сырками. Здесь сырки на любой вкус и цвет. Вот они как раз агрокомплекс продаются. Вот агрокомплекс. Вот они все, это все сырки, светлогорье, очень много сырков. Вот сырки, это все сырки. А вот с маслом, с маслом здесь какая-то беда. Вот эта вот вся полка с маслом. Полка с маслом меньше, чем полка с сырками. В общем, не знаю, почему, может, здесь просто каждый в своем дворе масло сам делает, но масло здесь выбор очень маленький. И у нас масло, у нас масло в разы больше, и честный выбор, 46, 46 рублей масло, честный выбор. Написано, что масло сладко-сливочное, традиционное, без заменителя молочного жира 82%. А вот такое, которое я сейчас беру, 41. 41 рубль масло без молочного жира. Без заменителя молочного жира. Да не может такого быть, просто масло за 41 рубль. Зато простоквашено здесь стоит 178 за пачку. Блинчики с мясом, честный выбор, стоят 60 рублей. Агрокомплекс, блинчики с мясом, 176. Тоже 300 грамм. Моих любимых рулетиков здесь нет, поэтому за 24 рубля 50 копеек возьму печеньки. Печеньки на сгущенном молоке. А это, так, в чем разница, ароматом топленого молока, а это на сгущенном молоке. Вот эти возьму. Все, ребята, иду на кассу. Больше ничего не хочу искать. Итак, полная корзинка. Ребята, я, в общем, психанул, вернулся в магазин, еще набрал один пакет, чтобы уж точно весь ассортимент попробовать, что было в этом магазине. А мороженое, сейчас мороженое попробую еще. Пахнет, как шоколадное, тоже потрепанное. Мороженое айс. А, здесь не написано мороженое, написано айс-крем. Честный выбор. Потрепанное немножко мороженое получилось. Чувствуется, что здесь вода. Да, оно хрустит, как много воды в составе. Но какао здесь тоже есть, вкусное мороженое. Нормально. 4% жира растительного, 4% жира молочного. Это не конкурент, конечно, не конкурент с тем дешманским дешевым мороженым, которое нам по 6 рублей из пятерочки. В Ашане по 7 рублей. Примерно такой же вкус, но 12. Ладно, ребята, мороженое так себе. Увидимся завтра. Завтра весь день я буду есть продукты торговой марки. А честный выбор... Вот эти продукты составят сегодняшний мой дневной рацион. Здесь у меня на завтрак будет хлопья кукурузные и молоко. Рис, крабовые палочки, майонез, макарошки, мясо цыпленка и лимонад. Лимонад я взял двух торговых марок, чтобы сравнить. Это агрокомплекс и честный выбор. На ужин будет пицца, как обычно. Есть у меня еще сосиски и масло. Так, ну что ж, начнем завтракать. Всем доброго утречка, приятного аппетита. Но первым делом я попробую газировку, потому что очень интересно, отличается ли она по вкусу. Вначале по составу. Состав вода, двооксиуглерода, ароматизатор лимонад, подсластители аспартам, сахарин, консервант, бензонат натрия. Здесь тоже состав вода, сахар, сахар, сахар и правда сахар. Потом лимонная кислота, ароматизаторы, бензонат натрия, сахарный колер. Ничем сильно не отличается, вот по цене только в три раза дороже, вот этот вот агрокомплекс, который. А, ну и конечно же здесь обычная PET, а здесь стеклянная бутылка. Огось, огось. Это очень сильно газированный напиток. О, а это не такой сильно газированный. У меня как-то дымок такой. Вот этот пахнет, как настоящий лимонад, такой старый советский. Тоже сильно газированный. В оранжевой бутылке честный выбор, в фиолетовой бутылке лимонад агрокомплекс. Мешаем, мешаем, мешаем. Я сейчас мешал, мешал, перемешал где-то минуту, еще раз перемешаю, чтобы точно запутаться. На запах прям сильно отличается. Вот это фиолетовое с лимонадом, а вот это честный выбор, оранжевое. Химия. Да, а это дорогая химия. Реально, вот это вкусный лимонад. Это, а это по технологии, как обычно, дешманский самый дешевый лимонад, как любой другой фирмы. Абсолютно такой же. Здесь ароматизатор, наверное, из одного мешка. Вот что Ашан, что там все остальные прочие. Лимонады одинаковые. Как они это делают, непонятно. Ароматизатор лимонад, да. А здесь лимонная кислота. Хоть и по ГОСТу, в любом случае, настоящего лимонада здесь нет. Все ароматизаторы. Но вот этот вот вкусный. Так, ну ладно, давайте приступим к завтраку. Нормальная, газировки попил, потом молока. Точно, ребят, я вспомнил, вы мне в комментариях часто писали, что вначале хлопья, потом молоко. Что это такое? Сколько я хлопья ел, я такое встречаю первый раз. Окройный кусок сахара, который прилип на одну хлопушку. Какой состав у хлопьев? Крупа кукурузная, сахар, соль поваленная, масло растительное, сластитель с сахарин, натрия, эмулигатор. Ароматизатор лимонад, краситель бета-кератин, лимонная кислота, в общем, понятно. В целом, такие крупные хлопья, толстенькие, обычные, такие дешевые хлопья. Но 60 рублей. 350 грамм за 60 рублей по цене это так относительно недешево. Это почти 180 рублей за килограмм. Вот такие хлопья в Ашане стоят, ну там, или в любом другом магазине на развес есть. Вот 100 рублей за килограмм. Просто красная цена им. Ну ладно, может они на вкус вкусные? Зря я наговариваю заранее. Молочко. Молочко 2,5%, 900 миллилитров. Коровка нарисована, все оформление красивое. Произведено неделю назад. Неделю назад, нормально. Здесь так и написано, фирма Агрокомплекс. Краснодарский край, станица, выселки. Ребят, я думал, что это крымские продукты, а это, оказывается, Краснодарский край, станица, выселки. Ну, как правильно. На арисе написано, что это как раз республика Крым, поселок городского типа Октябрьская. Макарошки вообще из Липецка. Печеньки, Астрахань, лимонад, выселки. А этот вот лимонад из Симферополя. Так, ну, в общем, понятно, тут солянка такая. Попробую, это хлопья размокают. Самые обычные, привычные, дешевые хлопья. Ничего особенного. Молочко, кстати, тоже нормально. На завтрак самое то. Толстенькие такие хлопья, нажористые. Это не то, что те итальянские хлопья за 300 рублей. Прямо такие, если они еще молочком пропитаются, они прям такие хлопья, такие толстые получаются. Поел так поел. Если не обращать внимания на цену этих хлопьев, в общем, в целом нормально. Твердая такая четверочка. Мороженое, кстати, вчера мне тоже понравилось. Я его до конца съел. А если до конца съел, значит тоже четверка. Но то мороженое из магнита, которое было за 12 рублей, то... А, за 14 рублей. Без заменителя молочных жиров. Вот то было вкуснее, конечно. Все, ребята, увидимся в обед. Не знаю, как тут готовить. Я вот немного в походных условиях. Я на берегу Черного моря. Пойдемте, покажу вам, кстати. Вообще здесь красотища. Красотища. Ну что ж, увидимся в обед. Здесь есть особо не хочется. Хочется пить. Но Серега всеядный все съест. Посмотрим. Я хочу. Идем. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Итак, мой бомж обед готов. Бомж обед, потому что из самых дешевых продуктов. Это товарная марка Честный Выбор в магазине Пуд. Продукты у дома, то есть. А на обед у меня сегодня макарошки с сосиской, пожаренные в сливочном масле. Очень простой салат крабовый. Там крабовые палочки с рисом и заправленные майонезом. На десерт у меня печеньки со сливочным маслом. И, конечно же, газировка, потому что другого напитка у меня просто нет. Обед приготовить оказалось очень просто. Здесь огромная кухня приспособленная. Здесь есть и тарелочки, и чашечки, и сковородки, и кастрюльки. В общем, перепачкал я полкухни. Суп я решил поэтому не готовить, потому что больше посуды я решил не пачкать. Не у себя дома все. Суп я планировал сделать из мяса цыпленки. Макарошки у меня есть, рис есть. Ну ладно, думаю, обойдусь только вторым. Салат и десерт с напитком. Сосиска. Насчет сосисок. Я вчера Кошану пытался дать. Он вначале понюхал, начал есть, но потом отвлекся и на уговоры не пошел. Не съел сосиску. Она так и осталась лежать на ступеньках. Но вот сейчас местный песик с удовольствием сосиску съел. Так что и я тоже буду лакомиться. Не солил, не перчил, ничего лишнего. Я думаю, это и так должно зайти. Салат также легко готовится. Просто порезал крабовые палочки уже готовые. Они не замороженные, а охлажденные. Рис отварил, положил, смешал майонезом. Майонез сейчас, кстати, попробую. Майонез Провансаль классический 67%. Он очень густой и должен быть вкусный. Обычный такой нажористый майонезик. Нормально. Вода, яичный желток, сухой, метрокислотности, кислота, камень, тигуровая, консервантка, горчица, этилен, диаментет... Просто так это не произнести. Этилен, диаментетрацитрат, кальция, натрия. Самое главное не содержит ГМО. Произведено в Ногинске, Московской области, по заказу ООО ПУД. Честно, ребят, я думал, что покупая продукты в торговой сети ПУД, которые есть, насколько я понял, есть только в Крыму, я буду есть крымские продукты. Но нет, везут с Москвы. Думаю, майонез-то сделать вообще несложно. Сбить в миксере воду, растительное масло там и все остальные вот эти вот ингредиенты. Домашний майонез делается за одну минуту в миксере, сбил, все, везут с Москвы. Ну ладно, интересно, сосиски от Агрокомплекс, Ткачево, Краснодарский край, город Выселки. Ясно. Когда я читаю состав сосисок, всяких таких мясных полуфабрикатов, есть ли на первом месте мясо кормеханической обалки, я дальше не читаю. На вкус я уже попробовал, какие они сырые. Они не какущие, ребят, вообще не какущие. Ну, может, с макарошками и с маслом. Кстати, масло сейчас надо посмотреть. Угу, нормально. Отлично, отличный вкус. Вкус детства. Самая дешевая докторская колбаса. Угу, жареная колбаса с макарошками. Масло изготовлено в город Севастополь. Угу. Я, значит, болтаю-болтаю за эти все продукты. И не заметил, что у меня камера опять села. Вчера вечером камера в машине села, когда я ел мороженое. И опять она села. Плохая камера. Экшн-камера Sony, это вообще жесть. Так что по старинке буду на этой тьме. В общем, ребят, макарошки с маслом и зажаренными сосисками, это очень вкусно. Я вот сомневаюсь, что это настоящее масло. Неужели масло может стоить 40 рублей за пачку? Представитель ООО Рассенты, город Севастополь. По заказу ООО ПУТ. Вот здесь, наконец-то я нашел надпись «Произведено в Крыму». Здесь тоже небольшая надпись есть «Произведено в Крыму». Нормально. В общем, вот эти поджаденные сосиски намного вкуснее с маслицем вот с этим. Наверное, тот кот, который сосиски не стал есть, он просто ждал, пока их поджат. Ну что, крабовый салатик. Я только сейчас понял, что я забыл кукурузу. А кукуруза здесь продавалась, да. Тоже честный выбор был. Маленькая упаковочка крабовых палочек. Не помню, сколько стоит, но, в принципе, на вкус пойдет. Рис тоже обычный, майонез, как я уже сказал, нормальный. Я объелся. Не могу доесть. Сейчас бы чайочка. Пробую печенюхи с маслом. Нормально. Вроде ехали с Астрахани, тут недалеко. Я дальше живу. Самое, наверное, жесткое печенье, которое я пробовал. Просто так его не съешь. Надо было на завтрак с молоком. Оно смакает, оно будет... Нет, я сейчас только заметил, что здесь, смотрите, печенька в виде банки сгущенного молока. Здесь даже производитель какой-то написан. Вот. А на упаковке у них нарисована банка сгущенного молока. Добрая марка. Бла-бла-бла-бла. Потом еще бла-бла-бла-бла-бла. Ароматизатор, тупленое молоко. В составе этих печеньев молока сгущенного меньше, чем ароматизатора. Ну, прикольно. Отсылка такая получается. Честный выбор. А тут банка с торговой маркой. Добрая марка. Короче, дизайнеры нормально работают. Все, хорош, не хочу я эти печенья. Они жутко жесткие. И они, в принципе, невкусные. Масло мне понравилось. Все, ребят, увидимся за ужином. Готовлю вот там блинчики и пиццу на сковородке. Прямо потому что здесь духовки не работают. Микроволновки здесь нет. Попробуем мясо цыпленка. Я уже открыл, посмотрел, что внутри. Вот именно мясом это назвать сложно. Потому что от мяса здесь я не нашел ничего. Здесь все от цыпленка. Вот если бы название было бы все от цыпленка. Весь цыпленок или там часть цыпленка. Вот это соответствовало бы тому, что здесь внутри. Пробую. Я вижу здесь кости. Здесь я вижу морковку. Вижу. То есть вот эта штука как раз для супа. Ее кидаешь в суп. Картошечки, макарошки. И все. Суп идеально будет готов. Потому что это уже со специями. Зато здесь нет таких больших костей, как в мясе цыпленка из фикс прайса. Там прям вообще жуть было. Нормально, съедобно. Немножко соленое. Немножко перченое. Кости мягкие. Нашел с краешку. Здесь самый такой холодец вкусный. С кусочком мяса. Угу. Тушенка что ли? Угу. Как можно и так есть холодно? Точно надо было разогреть. На закуску, так сказать. Не представляю. Можно я вас чуть-чуть? Угу. Я в принципе закончил. В общем, ребят, действительно, такую тушенку есть в сыром виде. В холодном, вернее. Не так приятно, как в разогретом. Поэтому вот, ложу на черный день. Проверю, как там моя пицца. Вообще пицца выглядит симпатично. Здесь видно и колбаски большие куски, и сыра много. И прям какой-то красный соус. Или вот кусочек шампиньона здесь есть. Надо есть, пока тепло. Неа. Невкусная. Вообще невкусная. Да, колбаса вообще ни о чем. Пицца тройка. Соус невкусный. Но хоть не сухая получилась. Да. Неприятная пицца. Сделана, кстати, она в Ростове-на-Дону. Ассорти полная у меня сегодня. Блинчики с мясом. Блинчики мягкие. Блинчики нормальные. Машалка, начинки маловато. Второй блинчик. Блинчики мне понравились. Блинчики мягкие, сладенькие. Рассыпчатые такие, аккуратные. Нормально. На вкус как будто бы там с печенкой еще что-то добавлено. Или легкое. Но не мясо. Все равно пойдет. Что-то мясное присутствует. Нормально. В общем, сейчас блинчики доедаем. И возвращаясь в домик, тогда я уже все оценки расставлю. Сегодняшняя еда. Итого, ребят. Сегодня я весь день питался продуктами торговой марки «Честный выбор». Это продукты самой крупной продуктовой сети Крыма. Пут. То есть продукты у дома. Очень хотелось попробовать крымских продуктов. Какие они здесь на вкус. Оказалось, что это какая-то солянка не крымских продуктов. Из всего, что я попробовал, в республике Крым произведено рис, масло, блинчики. Я соврал. Изготовитель ООО «Белый край», Россия, Белогородская область, Белгород. Забыл сказать про мясо цыпленка. Тоже из России, Московская область, город Лыткарина. Ребят, вам тоже отдельный привет. Ну что ж. В целом. Рис. Обычный рис. Блинчики, как я уже сказал. Вкусные блинчики. Твердая четверка. Начинки бы побольше. Вот была бы пятерка. Сосиски куриные. Тройка, потому что в сыром виде есть невозможно, только в жареном. И с маслицем есть. Крабочки. Крабовые палочки. Изготовитель Меридиан. Вот оно как оказывается. Город Москва, конечно же. По вкусу обычные дешевые крабовые палочки. Пойдет. Дешевые макарошки, как обычные самые дешевые макарошки. Оценить трудно. В сосисках с маслицем нормально. Майонез. Честный выбор. Да почему нет? Пятерка. Был бы он подешевле, цены бы ему не было. Дороговато для такой пачки. Майонезу всегда плюс один, если не отравился. Поэтому, в общем, пятерка. Майонез гениальный продукт. Масло. Написано сливки, значит сливки. В общем, верю. Пятерка. Нормально. Дешевые печеньки вкусными быть тоже не могут, как и дешевый чай. Я так рад, что сегодня чая у меня не было. Надоело пить невкусный чай. Печеньки тройка, короче. Хлопья. Обычные хлопья. Чего особенного? Состав жуткий. Зачем? Я вот удивляюсь, каждый раз в состав добавлять все вот это вот. Четверка. Обычные хлопья. Вот этот лимонад вкусный. Тот лимонад невкусный. Тому лимонаду двойка, бутылочка не сохранилась. Пицца мне не понравилась. Я вот тройка тебе пицца. Тем более, вот эта упаковочка дешевая. Выглядит симпатично, но на вкус никакая. В принципе, когда голодный век... А, голодный век! Тут написано пицца век, ребят. Даже всем известная марка. Пицца век, голодный век. Когда голодный день, можно съесть. Мясо цыпленка. Вернее, все, что в цыпленке, цыпленка. Вот в этой банке. Тройка тебе. Что забыл, что не забыл. Мороженка еще у меня с утра была. Мороженка на четверочку. Я ее целиком доел. Нормальная мороженка. За 12 рублей, наверное, в Крыму. Напишите в комментариях, кто живет в Крыму. Как вам эта мороженка? И вообще, покупаете вы эту мороженку? Или я сегодня от цен ел на пляже. Маленький рожок. Там 80. Я в Симферополе. А, в каком Симферополе? Господи. Я в Евпатории. Цены просто в два раза дороже, чем, например, на Азовском море. Вот в Голубицкой, например. Но это черное море, ребят. Да, это вам не Азовское. Тут, конечно, да. На этом все, ребят. Вареники с картошкой я сегодня даже не стал есть. И так продуктов много. В общем, понятно. Самая дешевая марка. Честный выбор. Ничем особенным не отличается от наших, там, российских. Да и, в принципе, по большему счету, все российское производство. Кроме масла и там, что я еще сказал. Ничего удивительного чуда никакого не произошло, конечно. Если хотите поесть крымских продуктов, нужно покупать вот то, что вот здесь местное прям, да. А все вот это вот завезенное получается. Вот, интересно было бы попробовать еще Агрокомплекс. Это, я так понял, уже ребрейдинг какой-то произошел. Но, я так понял, это нормальные продукты. Но ценник на них просто пипец, ребят. На вот этот вот Агрокомплекс. На сегодня все, ребят. Если будут какие-то интересные предложения, там, рецепты и прочее. Оставляйте там, вы знаете, ниже в комментариях. Здесь очередной опросик. Я постараюсь сделать. Уже в скором времени возвращаюсь туда. На свою малую родину, Волгоград. Будут новые видео. Накопилось очень много идей. Вам, ребят, огромное спасибо. И, конечно же, здесь ваши комментарии пролистываются. Самые интересные, самые лайковые. Я надеюсь, у меня хватит интернета, чтобы загрузить это все. Сделать скрины и перегрузить их сюда. Все, ребят. Вам хорошего настроения. Увидимся в новых видео. Еще раз вам огромный респект и уважуха. Кто ставит лайки, ребят. Кто ставит репост. Просто, просто гигантское человеческое спасибо. А для вас отдельный опрос будет. Вот, кто сделал репост. Вот, прям вот лайк, уважуха тебе. Вот, посмотрим, сколько ребят делают репост. Сегодняшний день мне понравился. В общем, здесь интересно. Если какие-то идеи насчет Крыма есть, в общем, пишите срочно. Потому что я здесь еще некоторое время задержусь. Увидимся в новых видео. Вам хорошего настроения. Пока.